Особое мнение на 101.fm Добрый день, в эфире Особое мнение. В эту предновогоднюю неделю на 101.0 подводим итоги года. Меня зовут Оксана Ковтыменко, и сегодня итоги подводим вместе с Сергеем Солодовниковым. Это начальник Кировской полиции. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Ближайшие 40 минут. Слушайте нас на 101.0 и смотрите на сайте. Ну, что хотелось бы вам сказать. За целый год с вами итоги мы подвести не сможем. Вот, так скажем, за 4, ну, пусть будет ваших месяцев здесь, в Кировской области, и там некий итог подвести уже можно. В первую очередь хочу вас спросить, все ли получилось, пока, да, из того, что вы здесь делали на посту начальника нашей полиции? Может быть, что-то планировали? Может быть, вы планировали, резко как-то менялись? Как оцениваете? Мне думается, получилось или нет, судить нашим слушателям. В главном, то, что я вижу, и то, что я хотел, и то, что я ощущаю по отношению населения к полиции, мне кажется, начало задано, а все дела и поступки впереди. Ну, а хотелось бы спросить, у меня где-то там дальше этот вопрос был, но хочу задать сейчас, да, по отношению населения к полиции. Телефон доверия. Оцениваете его работу? Отслеживаете? Как-то через вас проходят эти сообщения, которые поступают? Я всегда считал, что существующий телефон доверия в полиции – это отсутствие доверия. И поэтому его работу несколько изменил. А изменил так, что сегодня во всех территориальных органах УМВД по Кировской области, начиная с самого дальнего Лузского района межмуниципального отдела и заканчивая УМВД, еженедельно проводятся телефонные линии с руководителями территориального органа. Например, в УМВД по городу Кирову этот телефон доверия, который должен был работать в первых лицах, работая в пятницу с 14.00 до 17.00. Представляется он в лице начальника управления и его заместителя. То же самое делается в любых других территориальных, 20 территориальных подразделениях, муниципальных органов внутренних дел, где он работает в различное время, недели в различное время. Это я очень серьезно к этому вопросу отношусь, серьезное внимание уделяю я и руководителям этому вопросу, потому что доступность полиции, руководителя полиции к своему народу должна осуществляться в режиме онлайн. На тот момент, когда Вы сюда прибыли, в Кировскую область, именно эта открытость на каком уровне была? И считаете ли Вы, что сейчас Вы более так открыли? Ну, вообще, мне не совсем этично говорить о том, что было, мне правильнее говорить, что будет. Что было судить населению Кировской области, и что есть сегодня, и что будет, тоже судить населению, и Вам в частности. А вот мне думается, что вопросы открытости в рамках телефона доверия, в рамках тех мер, которые сегодня приобретают характер постоянства, мы сейчас об этом будем говорить, это и ДНД, это и ситуация на дорогах, это и активное общение во всех сферах деятельности МВД, мне кажется, это и является тем новым, что должно быть. Телефон доверия в основе своей, он всегда существовал, в дежурных частях, кто-то звонит, что-то сообщает. Но звонить и сообщать одно, должна осуществляться реакция. Доверие возвращается, оно возвращается тогда, когда человек чувствует реакцию на свои звонки, и получает ответ, получает ответ на свой вопрос. Может быть, не всегда он решается сразу, но тем не менее, меры и формы общения, они должны начинаться в том числе и с телефонов доверия. Наши коллеги, это редакция газеты «Бизнес-новости», в последнем своем выпуске, да, в принципе, всегда анализируют цитируемость наших лидеров политических по итогам каждой недели. И вот вы уже которую неделю в лидирующих позициях, вот, например, на этой неделе 21 упоминание, это я последний выпуск смотрела. Вы как к такой относитесь, если можно это назвать славе? – Умеется в своей публичности? – Да. – Но мои публичности по-разному, я знаю, оценивают, по-разному можно оценивать, можно… – По упоминаниям в СМИ. – Некоторые могут воспринимать, что это пиар, но мне думается, что оценивать человека, его вступление, его там харизматичность, как это считают, вообще все его действия нужно только по одному. Я так отношусь сам к себе и к людям, только по делам и поступкам. Если человек говорит, что это должно быть так, и так будет, и завтра мы видим, что это происходит, то, значит, это дела и поступки. И на них нужно реагировать. Если есть вопросы к Солодовникову, как руководителю, как личности, то мне их зададут, если я на свои дела, на свои слова не буду видеть дел и поступков. Все, пока все, что говорит сегодня генерал Солодовников, в определенной степени реализуется в жизни. Я на любой вопрос готов ответить и за любой поступок свой ответить. То есть вы человек генерал Солодовников, а не генерал Солодовников и отдельный человек, как Сергей Александрович Солодовник. Отделимы вот эти понятия на службе или именно для вас? Для меня неотделимы понятия генерал Солодовников и свой собственный народ. Генерал Солодовников и моя родная полиция. Вот для меня эти фразы и понятия, они не разделимы. — Это замечательно. И еще хотелось бы затронуть те крупные прецеденты, которые именно с вашим приходом стали нам известны, которые стали материалами уголовных дел. — Не буду сейчас перечислять, я думаю, у всех это на слуху, в том числе из-за упоминаемости средств массовой информации. Какие вы можете выделить самые значимые эти громкие дела с точки зрения пользы именно для общества? Их открытость, их обнародование, подробности дел с точки зрения полезности для общества? — Я считаю, что есть три основных степени безопасности. Есть поднятие безопасности государственной, есть общественная безопасность, есть экономическая безопасность. Во всяком случае, два уровня безопасности, как общественной и экономической, в полном объеме выполняют внутренние органы внутренних дел. — Государственными говорить не будем. Это задачи Федеральной службы безопасности, которые, в общем-то, и где-то порой они пересекаются, нам приходится реализовывать их сообща. — А вот те основные, две основные степени безопасности — общественная и экономическая. Ну, с чего начнем? Давайте начнем с добровольных народных дружин. Давайте сегодня... Качество этой работы приобрело огромный масштаб. Мы за три, по сути, за четыре месяца сегодня вывели на улицу город даже в это зимнее время. 70 нарядов выходят четыре в четверг, пятницу в субботу на улице города. Это дополнительных. Всего выходит 159. Это если берем добровольные народные дружины, там, совмещенные, значит, маршруты по патрульно-постовую службу, ГИБДД, ГИБДД, весь комплекс мер, вневерностная охрана, весь комплекс мер составляет вот в четверг, пятницу в субботу, ну, как мы считаем, особо, период особо сложный в оперативной обстановке. Выходит 159 дополнительных нарядов. 70 нарядов на улице города. Ну, это же люди видят. Вот я сейчас 27 числа пойду по улицам города с, значит, своим руководительным составом, посмотрю, как ведутся наряды в предновогоднее время. Зачем сейчас нам, вот, если говоря, в уровне безопасности? Безопасность на дорогах. Сегодня за последние три месяца мы не регистрируем ни одного факта дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По сути, после Игнатяна, значит, событий с ДТП, нету ни одного случая с смертельным исходом. На дорогах к Кировскому обусу есть, конечно, там трассы, так сказать, от этого никто не уйдешь. Потом, с 56 пьяных в сутки сегодня регистрируем 5-6. Мы очень активно развиваем вопрос этого ночного патруля, я уже говорил, и еще раз посредством Эхо Москвы обращаюсь с огромной благодарностью лидерам этого пилотного проекта, движения, который стал в Кировской области. Мы его активно развиваем, будем поддерживать и всех призываем, тех, кто может, вот, социально благополучно участвовать в этом проекте, всем слава. И мы готовы реагировать на любую инициативу, разумную инициативу и поощрять ее. Я могу слушателям, кстати, напомнить, что уже проект просто от ночного патруля, я, кстати, в нем тоже участвовала, перерос в такую настоящую, действительно, нормальную инициативу. И сейчас организаторы планируют реализовать проект «Безопасный город», где уже не только там ночной дюжет, вы слышали, да, тоже Сергей Александрович? Сейчас и ГИБДД рабочая группа там организована, и это все. Ну, я по-разному к любым проектам отношусь, я профессионал, и вот от философии всегда подхожу к делу. Вопросы «Безопасный город», они обеспечиваются во многом темами мер безопасности, которые мы обеспечиваем путем, значит, видеонаблюдения, путем постоянно действующих маршрутов. Здесь форм много. Я вот сегодня вижу, что ночной патруль – это действийный механизм, который в период работы ночного патруля во взаимодействии с подразделениями ГИБДД активно помогает, и мы активно в этом участвуем, и это способствует развитию безопасности на дорогах, обеспечению безопасности в целом. Но все должно быть в рамках закона и не переходить на понятие вот такого вот своего общественного. Не надо забывать, что мы несем с собой вопросы права, в первую очередь, и надо все очень внимательно изучать. Ну вот они предлагают в том числе каждому жителю города установить камеру видеонаблюдения, там, скажем, снаружи своего окна квартиры, там, на подъезде и так далее. Пожалуйста, если у них есть такие ресурсы всем установить, то пускай установят. Здесь идея идет, в том числе идея для общественности и для безопасности. Камера нам помогут? Мы же граждане, в первую очередь, тут люди-то обращаются, чтобы они сами думали о своей безопасности. Мы же все здесь, особенно, наверное, в Кирове, не знаю, заметили вы или нет, очень любим ругать всех и вся, а сами для этого не делаем. Поэтому мы с вами вместе и будем ратовать за это. Давайте порадуем тогда вместе еще за одно дело, по делу врачей. Хотелось бы с вами поговорить. Я бы не сказал, что это дело врачей, я бы сказал, что это коррупционное дело, касающееся вопросами не врачей, а областного военкомата. То есть больше там военкомата стоит? Ну, какой врач? Военкомат, инициатор кто этого проекта, военкомат, инициатор кто этой коррупционной схемы? Значит, председатель комиссии и же с ними. Вы имеете в виду Владимира Баранова сейчас? Нет, мы сейчас имеем в виду Владимир Баранов, он возглавлял военком. Мы имеем председателя комиссии, двух председателей комиссии. Это Шмарев, Шмарев, Забылов, забывайте слово фамилии, и второго Петрова, которые сейчас арестованы, и которые предъявлены обвинения по 290-й части 5-й. Вчера мы, значит, арестовали, задержали, очень много говорили о, значит, о, вот Шинякин, да, и Петров. Шинякин, в церкви комиссии Шинякин, в прошлом был Петров. А вчера задержан, там же участвовали, значит, один из членов комитета солдатских матерей. Алексей Бирюков. Да, все говорили, что такого нету, кто это такой, и где это было. Вчера ему предъявлено обвинение, он задержан, будет сидеть, и очень долго, по пяти составам. Ну, комитет солдатских матерей опять вступается и говорит, что ничего не может там быть. Ну, как не может быть? У него не может быть. Ну, он что-то не мог. Вчера он задержан, вчера он задержан, ему предъявлено обвинение. Хорошо, верю. Тогда хочу спросить про Владимира Баранова. После вашей пресс-конференции на следующий же день он у нас был в эфире. Да, ну, пожалуйста. Причем сам просился в эфир, потому что считает, что ваши заявления о его причастности к этому делу не верны. Давайте так, насчет Владимира Баранова. И все же с ними поступим таким образом. Не будем сдаваться в полемику. Действия мои, слова, поступки определим в предъявлении обвинения и всех остальных действиях. Вот по комитету солдатских матерей тоже были вопросы. Не может быть, не может быть. Всегда все бы не бывает. Ну, извините, время покажет. Это все слова. Давайте дождемся делу и поступку. Хорошо, дождемся. Дождемся. Сразу тогда к этой теме. У нас на сайте был опубликован анонс. Вы к нам всегда придете в эфир. И слушатели, также читатели сайта задавали вопросы. И вот здесь вопрос есть. Скажите, кого еще успеете посадить за решетку в этом году? Нашего читателя и слушателя. У меня цели нету в Кировской области кого-то сажать, кого-то привлекать. Во-первых, это дело не я, это дело и правосудие. Ту часть правосудия, которую я обеспечиваю, как руководитель МВД, я ее только обеспечиваю. Все остальное должно служить правосудию. В том числе и вопросы ночной торговли, которая сегодня отменена в двух своих этапах. Первая в октябре и сейчас, с первого числа. По инициативе УМВД по Кировской области, двумя постановлениями правительства, отменена, вы знаете, ночная торговля. А сейчас уже последний раз во всех рюмочных, закусочных. Только что у нас, кстати, был в эфир на эту тему. Да, да, да. И вы в эфире должны говорить, что это сделано по инициативе управления Министерством технических дел по Кировской области. И в первом, и во втором случае. Это дело должен был не генерал Солодовников. Это не входит в мои, значит, обязанности. Вы просто изучите ситуацию. Мы понимали, что движение должно быть двухстороннее. Полиция должна искать и предотвращать. Но чтобы предотвращать эти вопросы не стихийно, а системно, нужно сначала обеспечить вопросы социального благополучного общества. Что сегодня УМВД и делает. Алкоголь – большая проблема? И проблема ли… Вы сами видите, большая – это проблема или нет. Каждое, еще раз говорю, четвертое преступление совершается на улицах. 80% совершается больше процентов. 80% – это я так умеренно говорю. Совершается в нетрезвом виде. Ну, о пьянстве на дорогах мы уже это говорили. Я всегда говорю. Только страх. Только путем страха. Если законные действия сегодня, ну, иногда несколько слабы, то только путем страха можно заставить свой собственный народ выполнять те обязанности перед самим собой, перед своим народом по предпечению безопасности. На улицах города, на дорогах, он должен садиться за руль и знать, что не сегодня, а так завтра, на следующем перекрестке его все равно остановят, поймают и лишат этих продуктов. Скажите, Сергей Александрович, вам есть с чем сравнить? То алкоголь – это только бич Кировской области? Или это вообще проблема? Да нет, ну, зачем вы не говорите? Мы говорим о Кировской области, я так… У нас очень много мер по этому поводу, по снижению алкоголизации. Да, но мера должна быть только одна, самое главное – действенная. Должен быть выработан механизм, да, механизм борьбы. Здесь мы закрыли, а там органы правопорядка следят. Понятно, что мы не запретим их пить. Если больное население, если больная нация там в каком-то направлении, она все равно будет делать. Ну, пусть оно надо делать дома, значит, нарушает свой правопорядок у себя дома, в своих семьях, так сказать, в своих общежитиях, а мы будем туда приезжать и это все предотвращать. Но выходить из рюмочной, упиваться и выходить из рюмочной и бить свой собственный народ, совершать побои, истязания и убийства на фоне пьянства, причем системные убийства, ну, мне кажется, что здесь власть и мы должны на это обратить внимание. Вот мы на это обращаем внимание. И я уверен, что вся женская честь населения сегодня поддерживает инициативу Солодовникова и благодарит правительство, что они правильно реагируют на нашу инициативу. Много вас кто поддерживает, уже до эфира я вам говорила, что сегодня мы в редакцию звонили слушатели, вы тоже на сайте оставляли, что, да, вашу инициативу действительно поддерживают. Тогда помимо борьбы с алкоголизацией, если мы перенесемся в сторону предотвращения и коррупционных преступлений... Я сразу хочу сказать, я не борюсь с алкоголизацией, я не борюсь с алкоголизацией, я борюсь с правонарушением, следствами которых явилась алкоголизация. Тогда с алкоголизацией должно бороться общество. Я же не сделал Кировской области и другие регионы алкоголезависимые, в частности, или какую-то часть населения. Просто я вижу, что есть проблема и решаю ее. Я не борюсь с алкоголизацией, я ни Горбачев, никаких мер по пьянству алкоголизму здесь не внедряю. Я сам могу выпить, закусить, но все это должно быть прилично и доступно. И в том месте, где это положено быть. Где? А не в общественном месте. Дом или... Рестораны, пожалуйста, кафе, бары... Ресторан общественного места. Ну, а почему нет? А все что, ресторан не общественное место? Ресторан общественное место, да. Я говорю, это должно быть в приличном месте. Не в забегаловке, в которой там 10-15 квадратных метров, где садятся запойные алкоголики и пьют на разлив совершенно непристойную продукцию. Которую вы недавно видели, мы изымали тоннами и тысячами литров. По Костино, да, там же была эта загрузка находилась. Мне вот интересно, а почему именно туда вы приехали? Это была наводка или до этого были какие-то оперативные мероприятия? Чтобы такие мероприятия провести, это требуется время. Прогладилось длительное мероприятие оперативное. Устанавливается время, устанавливается сбыт, устанавливался характер этой продукции. Устанавливались участники этого процесса. Это не так просто. Потому что, чтобы такое дело возбудить, нужно, чтобы эта статья 171, да, незаконная предпринимательство, должно быть сумма ущерба не более миллиона рублей. Поэтому этот склад надо было затарить. Вот они в сутки заливали, разливали 100 бутылок различного спиртного. Все это поставлялось в закусочные, распивочные, небольшие точки торговли. Там это разливалось. Приходит там алкоголик, условно, там, ну или желающий выпить. Ему из бутылочки наливаются, там смотрят, какая продукция. Ну и желающий день там, наверное, запустой. Ну, конечно, это разливается, все, он, спасибо, выпил, закусил. Ну и так продавалось тоже. То есть это бодяжья жидкость, вот, который, в том числе, расплавляется, от которой расплавляются мозги. Выпив одну такую бутылку, сразу реанимацию надо подгонять. Ну, с учетом, видимо, нации, которые уже длительное время, может быть, холода и всего остального, организм, так сказать, Организм уже устойчив для этой продукции, долго выпивает. Поэтому, ну, что здорового мы можем от этого получить? Посмотрите, что в Новый год Кировская область в течение вот этих 10 дней праздников должна была пить. Все склады затоварены. Мы же изъяли практически 75 тысяч бутылок. Склады все затоварены. Все заложено для того, чтобы в новогодние праздники народ мог упиваться этой совершенно безакцизной, фальсифицированной продукцией. Когда у нас есть брендовые магазины, где можно это все приобретать, а туда никто не ходит это все покупать. И сегодня нас должны благодарить, сегодня, значит, все пятерочки, там, Глобус, там, иные торговые сети, где они продают продукцию. И они эту проблему поднимали. И у меня на знак собраний, когда я был, по вопросам борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией. Вот ее результаты. А районы? Ну, основное, они были основными поставщиками этой продукции. В город. То есть, получается, да? В районах, ну, там, такими большими партиями ничего не разливается. Ну, там, если кто-то в частном порядке что-то льет, то это очень незначительно. — Еще есть вопрос у нас с сайта. Ну, помимо, да, мне практически не ответили вы. Ну, хотя нет, ответили, что нет у вас цели, да, советовать там кого-то за решетку. А вопрос, действительно ли вы в феврале покидаетесь в Кировскую область? — Я от вас это первый раз слышу. — Это вопрос с сайта. — Да. — Умой даже. — Я первый раз слышу. И хочу ко всем обратиться. Ну, легенд много всегда сочиняют. Кроме как к легенде очередной я это не отношу, ношусь к этому с юмором. Поэтому отвечаю на этот вопрос однозначно. — Не дождетесь? — Нет. Ну, время покажет. А в феврале я никуда не уезжаю. — Ну, хорошо, надолго вы здесь у нас или нет? Мы просто привыкли к нам сюда, в Киров приезжают, уезжают, приезжают, уезжают. Мы как-то... — А вам нравится? Вам хотелось, чтобы я был бы дольше? — Мне да. — Ну, тогда я буду дольше. — Ну, а сколько дольше? — Покажет время. — Хорошо, Сергей Александрович, вы сейчас задали слово, можно сказать, или да, сейчас? Что будете? — Что я в феврале не уеду. — А, ну, получится дольше февраля. Ну, ладно. Ну, если в январь, февраль, если в марте уедете, я расстроюсь. Очень сильно. — А, точно, сильно. — Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу и после нее продолжим. — Пожалуйста. — Это особое мнение на 101.0. Подводим итоги года с Сергеем Александровичем Солодовниковым, начальником нашей Кировской полиции. Сейчас в прерве говорили о том, читать для Сергея Александровича интернет. Вот сейчас вы услышали, а про последние фразы, все читаю. — Да, читаю, потому что я интернета доступен. В этой части развит достаточно. Являюсь активным пользователем, если мне это интересно. Ну, во всяком случае, что касается сайта УМВД, то активно просматриваю и просматриваю все федеральные СМИ ежедневно. У меня есть айпад, знаете, такой планшетник, как у вас. Я очень активно просматриваю все новостные наши издания и четко просматриваю. Основные издания, да, в Московском самом деле, там, Коммерсант, там. Ну, все, значит, естественно, компромат не обхожу в стороне, все же думаю. Но, может, про себя что прочту. Поэтому на любую реакцию... Ну, я гражданин своего общества и живу в этом своем обществе, которое очень люблю. И мне всегда интересно, как это общество развивается, в том числе и Кировское. — Давайте про коррупцию. — Про коррупцию? — Да. — Ну, давайте про коррупцию. — Мне очень интересно, опять же, не будем сейчас перечислять те прецеденты, которые именно с вашим приходом здесь скрылись на территории. о нашей области. Мне интересно, что? Все события, да, там, не, скажем так, давности определенной. Что касается троллейбусов, что касается того же по призывникам, да, с какого-то года там действует эта структура, там, по Новецкому лыжному комбинату, да, и так далее. Как получилось так, что именно с вашим приходом мы о них узнали, в том числе жители Кировской области, в том числе журналисты. Эти дела лежали где-то там в дальних ящиках или не хватало каких-то там доказательств или чего, для того, чтобы они были обнародованы. Или, может быть, кто-то, ну, я не знаю, по телефону доверия, да, или там через сайт или как-то эту информацию, ну, позволю себе сказать, сливал. Ну, у меня вообще понятие, подходы к понятию, вот, к слову информация, кроме как сплетню, я вообще такое слово не воспринимаю. Информация, информация и рознь. Я сейчас могу сидеть и рассказывать вам о наличии информации, вот, обо всем, да, то же самое и вы, но это же информация. Бо информация, как вы говорите, для меня любая информация – это сплетня. Вот, для меня информация, для меня всегда любая информация становится информацией тогда, когда она начинает получать подтверждение. И любой разговор, любые действия, они должны переходить от слов к действию. Поэтому информации много, много разговоров, этот оттуда, тот отсюда, так сказать, такие-то есть там хищения, кто-то у кого-то что-то забрал, я на это никогда не обращаю внимания. Совершенно четко нужно оценить все действия, которые совершает то или иное лицо. Проверить, изучить, подкрепить документальное подтверждение и после этого принимать решение. Я очень всегда внимательно отношусь к вопросам отношения своего граждан, соответственно, граждан к себе и к УМВД. Как-то выступая на ЗАГС собрания последний, ну, один раз, единственное, я четко сказал, что если мы зашли на подприятие, то мы зашли уже на это подприятие с первоначальными документами, материалами первичной проверки, то выйти с этого предприятия должны только с уголовным делом. И работаем мы с предприятием только с тем, кто работает с бюджетом. Ни в одну коммерческую структуру, ни в одно коммерческое предприятие мы не зайдем, если он работает за счет своего внутреннего капитала. Я всегда буду бизнес защищать, потому что бизнес любой, средний, малый, это основной наглогоплательщик Кировской области. И все его действия мы будем всегда защищать. Любые попытки помешать ему работать мы будем всегда охранять помощью закона. А все те, кто работает с контрагентом, те, кто работает хоть с какой-то малой толикой бюджетнообразующего, составляющего, мы посмотрим, изучим, проверим. Если у нас появится проверенная первичная информация, мы туда зайдем. Но если мы зайдем, то выйдем только с уголовным делом. И в одно предприятие просто так мы можем запросить документы, изучить. Но все остальные действия будут зависеть от того, что мы изучили в ходе проверки. И все предприятия, которые вы называете, вы забыли еще, так сказать, биохимзавод, много сейчас спорили и говорили, вот мы неправы, там биохимзавод. Сегодня биохимзавод начал платить налог с той проверки, которую мы проводим. И дальше начинаем проводить проверки. И я рад, что они правильно оценивают. Не выходят в эфир здесь и не выстраивают. Здесь капризных сюжетов на различных каналах, в том числе телепередачах, что там неправ генерал, и его вводят в заблуждение. Вы лучше идите и заплатите налог, который вам предъявляет государство. Государство сегодня, в том числе, и УМВД по Кировской области. Не захотите, спором ничего не добьетесь. С звонками и выяснением отношений никто ничего не добьется. Будете за все отвечать. Не будете отвечать, значит будем заходить с уголовными делами, возбуждать, предъявлять обвинения, если потребуется привлекать к ответственности, как по вчерашнюю факту с троливусом. Но все наши муниципальные предприятия будут проверены? Нет, нету таких задач, кого-то захотите проверять. Появилась какая-то, так сказать, первичная информация, что там есть нарушение. Мы на нее обращаем внимание, проверяем. Идет системная работа в вопросах обеспечения экономической безопасности Кировской области. Вопрос обеспечения экономической безопасности и в том числе борьбы с коррупцией, есть целое управление. Поэтому это управление, эти задачи должно решать. И ряд этих задач решается во взаимодействии с управлением Федеральной службы безопасности. Когда мы видим, и они видят, что у нас здесь появились взаимные интересы. Потому что вопросы обеспечения экономической безопасности ставятся сегодня, в том числе и президентом России, и борьбы с коррупцией, во главу государственной безопасности. Спасибо за ответ. У нас осталось совсем немного времени. Давайте все-таки на другие вопросы с сайта я вам их задам. Еще вопрос задает Ирина. Когда вы доберетесь до Быкова? У нас нет такой задачи добираться до Быкова. И я считаю, что не надо власть политизировать. Власть должна заниматься городским хозяйством. Вот администрация города, она занимается городским хозяйством, она должна заниматься городским хозяйством. Причем нам политизировать Быкова, там, сейчас мы скажем, давайте Дранова посадим, давайте еще что-то. Кого не надо сажать? Почему настолько агрессивно народ настроен по отношению к власти? Власть, это механизм, и этот механизм, он должен быть действенным, он должна управлять, сегодня городская администрация должна заниматься городским хозяйством, управлять городским хозяйством, правильно распределять имущество, делать много позитивных вопросов. Если где-то они не правы, то есть возможности их поправить. Я могу сказать, что я достаточно позитивно отношусь, вот если мое личное мнение, к главе города Быково, и считаю, что если у Быково есть какие-то дела и поступки, требующие ответственности, то они наступят ровно тогда, когда, так сказать, его действия переступят в рамки закона. Сегодня мы не видим в тех делах, которые мы реализуем в рамках оперативных задач, его правонарушения, может быть, каких-то административных форм требуют поправок, но говорить о человеке вот так, ну, не совсем правильно, не этично. Это глава города, надо все-таки, я призываю население города уважать сегодня свое администрацию, уважать свою главу, так сказать. Он все-таки, будем так говорить, генерал, да, человек, прошедший свой путь, у него есть свои достоинства, имя. Мне думается, что надо с уважением относиться к своему главе. Ну, поступками тоже люди оценивают. Но у него же есть поступки или у него нет поступков. Мне кажется, в городе что-то делается. А если есть среди его персонала подчиненных преступления, то не значит, что все деяния, которые совершает его подчиненный, схожи с деянием БК. Мы что, имеем доказательства, например, от тех же фактов, что преступные отношения у Фимского и Департамента транспортного хозяйства, в частности, там, в лице управления транспортного хозяйства, в лице вчерашнего арестованного. Есть какие-то, так сказать, основания утверждать, что там имеет причастность к этому БК, все же, понимая, имеет свои какие-то теневую сторону. Мне кажется, надо проще относиться ко всему. Появятся вопросы, мы любому человеку зададим. Я считаю, что власть в городе сегодня прозрачна, управляемая. И у МВД на сегодняшний день к администрации города, к руководству администрации отчасти вопросов нет. А тем, кому есть, мы их зададим. Сергей Александрович, еще коротко, так как у нас предновогодний выпуск, пожелания нашим радиослушателям. Мы уже заканчиваем. Я хотел бы поздравить. Мы идем только на город, да, у нас эфир на области. Я вообще житель Кировской области от себя лично хочу поздравить с наступающим Новым годом. Хочу. Я сегодня очень обращаю 116 квартир, знаете, сегодня в единых сертификатах МВД по Кировской области. Я был очень рад смотреть на лица жен, матерей, детей, членов, сотрудников семей, органов внутренних дел. И вот это позитивное настроение мне передается сегодня к населению области. Я всех вас поздравляю всей души. Всем желаю добра, справедливости, верьте в свой народ, верьте в свою власть, потому что без веры у нас нет будущего. И помните, что на Кировской земле есть правосудие. И давайте сделаем так, чтобы Кировская земля стала островком законности. Это были итоги года в программе «Особое мнение» Сергея Солодовникова. Меня зовут Оксана Кутыненко. До свидания.